И я вдруг понял, что в этой миссии я опять не дойду до квестового маркера. Как пить дать застряну в убежище? Приветствую, друзья! И сегодня среда, а значит у нас Fallout New Vegas. Мы возвращаемся на Махавскую Пустошь, в эту чудесную RPG от Obsidian. Это команда, которая, напомню вам, когда-то работала над первым и вторым Fallout'ом. И вот мы сейчас занимаемся истреблением насекомых. Правда, я не знаю, может быть, не стоит тратить на них патроны? Ну ладно, уж так уж и быть. Раз я здесь, то почему бы не истребить пару насекомых? Вот, например, этого большого огненного муравьишку. 50 опыта! Нормально, слушайте, это было не зря. Так, о! Я слышу чудесный знакомый звук, который означает, что мы левелапнулись наконец-то. И я хотел, наконец, уже поднять энергооружие до 94-х. Неужели я хотел поднять его до 94-х? Ну да, пожалуй, что я хотел поднять его до 94-х. И думаю, что, наверное, дальше я поднимать его не буду. Наверное, даже до 94-х там многовато, но так уж и быть. Раз я решил, то решил. Потому что дальше, я полагаю, что мы сможем все это дело приподнять при помощи разного рода книжец, которые мы наверняка будем находить в наших путешествиях. Я здесь обнаружил останки брамина, и не могу отказать себе в удовольствии проверить их. Риски. Солсбери стейк и проводник. Нет, пожалуй, что мы не будем это все брать. И осмотримся здесь. Ух ты! Какой большой муравьишка. Вот так тебе, огненный муравей, солдат. Неплохо, критическое попадание. Здесь много этих целей. Вот, например, ты. Я, к сожалению, до сих пор не научился стрелять из этой пушки. Вот, видите, как-то выше идет, да? Во, попал. Отлично. Заработанная способность старуха с косой. Интересно. Надо будет почитать. Так, смотрим. Кто у нас следующий? Вот ты готов. И вот ты там. Я же вижу, что ты там есть. Давай, беги сюда. Давай, 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 давай. Давай. Ладно, с тобой Эдвард справится. Вместе с Буном. Мда. Вот так. Поправку на ветер. А, Эдвард с Буном справится. Что мне там? С другой стороны, что ли, обошли? А нет, все окей. Вот так, прям на ходу. Однако, что на ходу не так хорошо получается. Но ничего, мы с этими целями разберемся. И здесь был какой-то маркер. Вот он меня ведет сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. И интересно, что это за маркер такой. Стоп. О, Бун добил. Красавчик. Следующая цель. Ой-ой-ой. Вот этот крепкий. Давай. Бун, Эдвард. Работайте по цели. О, отлично. Значит, надо их осмотреть. От них может же оставаться... Нет, мясо я не буду брать. А вот что-нибудь поинтереснее уже можно будет взять. Давай, в брюшко. В брюшко ему. Давай, в мордочку. Отлично. Я хочу все-таки узнать, а что это за место такое у нас на карте. Но для этого, соответственно, нужно открыть карту и посмотреть. Высохшее озеро Эльдорадо. Ну, я так и думал, что такое это высохшее озеро. Я не пойду на Гелиос-1. Я должен дойти все-таки до этого квестового маркера. Это моя цель на сегодня. Наконец, дойти до квестового маркера. Нектар огненного муравья. А вот это можно взять. Это интересно. И это меня перегрузило. Нет. Давайте начнем. Хотя нет. Действительно. Что-нибудь сбросим на Эдварда. Так, 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 так. Во, 10-мм пистолет. 9-мм пистолет. Причем даже не один. Бинокль оставим. Винтовка с подзарядкой. Я ее пользуюсь. Смотрим, что еще такого можно... Давай, подождите. До военной книги. Вау. А, до военной деньги. Я уже губу раскатал. Так. Кстати, вот импульсную мину и импульсную гранату. Это тоже надо сбросить Эдварду. Кожаная броня усиленная сюда же. Лазерная винтовка плюс. Это с оптикой. Ээээ. Это моя. Ну да. Это моя. Хорошо. Лопата. Манометр. Металлическая броня. Вот что столько веса дает. Облегченная кожаная. Осколочная граната. Ну, в общем, весь мусор на самом деле. Просто сюда надо сбросить. Сейчас ему... Можно было бы ещё и стелс-бой всякий ему сбросить, на самом деле, которым я не пользуюсь, совершенно очевидно. И ядерные батарейки. И всё. Да, на этом всё. Сейчас налегки... Нет, я же вижу, там какая-то цель. Странно, пока не видать. Ну ладно. Видимо, увидим позже. Тут ещё какой-то маркер, но сначала вот этот вот вагончик. Он пуст? А я разочарован. Тем, что он пуст. Ага, вот ты где. Получи хэдшотик. Найс. Надо найти же какие-нибудь, не знаю, приключения, что ли, на свой зад. А то ходим, ходим. По Махавской. По Великой Махавской пустоши. Как я сам говорил уже. Вот этот маркер. Вдруг вот этот маркер что-нибудь посолит мне. Интересненькое. Вау. Убежище 11. Но стоит ли мне сюда лезть? С другой стороны, мне никогда не останавливало это. Поэтому стоит сюда лезть. Стоит сюда лезть. Паучок. Отличненько. Он там не один. Опа, привет! Паучок. Погибший. Древесный скорпион. Ко и паучок-то. В кого вы стреляете? И почему я не вижу цели? Серьезно, ребят. Не пугайте меня так. Почему я не вижу цель? Вот она. А, какие-то жуки. Вау. Гигантский богомол. Никогда не любил насекомых. А тут их, видимо, будет в достатке. Пульт управления дверью убежишь. Что, дверь закроется, что ли? Серьезно? Вау. Давайте посмотрим, как это происходит. Итак. Ба-бах. И сейчас, знаешь... Ой, заскрипела, заскрипела. Все, теперь открывайся. Я сказал, открывайся. Я что, ее на себя, что ли, закрою? А, нет, все. Давай. Вот она будет перекладываться, если она не откроется. Ну, давай еще разочек. О, механизмы поскрипывают. И дверь. Брюки превращаются... В элегантные шорты. Вот, все. Отлично. Интересно, а можно попасть под шестерни, чтобы заживало шестернями? Ого. Слушайте, а... Однако ж... Богомол-то, в общем, называется гигантским, и... На деле, действительно, немал. Что-то это место начинает меня пугать. Я действительно не люблю насекомых. Если здесь будут какие-нибудь... Особо опасные виды... Слушайте, и я вдруг понял, что в этой миссии я опять не дойду до квестового маркера. Как пить дать застряну в убежище? Крыска. Без головы. Вроде в остальном все спокойно. Давайте терминал активируем. Запись. Вход в убежище. Загрузка. Завершена. Чудесно. А, мне просто загрузилась на пип-бой эта запись. Ладно. Денюжка. Немного, зато в валюте. Так, книжица паленая. Странно, что в убежище такая же разруха, потому что, по идее, в убежище должно быть все достаточно респектабельно. Патроны. Патроны. Сейчас. Главное. Гигантская крыса повержена. Ребята, почему вы меня не прикрываете, в конце концов? Между прочим, ваша задача. Я чувствую тут множество целей. Прямо здесь. Да. Давай. Бун. Отжигай. Эдди, присоединяйся к нему. Интересно, а будет ли здесь какой-нибудь интересный лут, или все, что меня здесь ожидает, это жуки. Нет, ну, хотя, с другой стороны, на самом деле, жуки, это ведь опыт, правильно? А опыт, это, лично для меня, всегда был самый ценный лут. Потому что, если кто-то, допустим, расстраивается, да, когда, например, в какой-нибудь Диабле, да, там, ну, или в чем-то подобном, из, там, сундука или бочки вываливается зомби вместо предмета, то я всегда, наоборот, радуюсь. Почему? Объясню. Потому что, это ж получается, что вам в бочке опыт был, понимаете? Опыт. Выпал зомби, вы его убили, получили опыт. Простая конвертация. Где Бун шалит? Раковина радиоактивная. Туалеты. Проверим. Я уже говорил, что классика, это спрятать что-нибудь в унитазе, ну, или в туалетной кабинке. Поэтому я всегда проверю туалетные кабинки, и уже много лет в играх ничего в них не нахожу, но каждый раз проверяю. В надежде на то, что кто-нибудь, так сказать, последует классическим примером и спрячет что-нибудь в унитазе. У меня, честно говоря, прям глаза разбегаются, куда пойти. Осторожнее. Стоп. Кто? А где? Где цель? Где-то здесь. Не, ну, пока здесь, так, знаете ли, прогулочка достаточно увеселительная, мне нравится. Металлический ящик, металлический ящик, бейсбольные перчатки, интересно, зачем они мне? Думаю, что не нужны. Гигантский богомол, нога богомола мне не интересует, спасибо. Общий терминал. Общий терминал. Выбор в убежище. Ой, честно говоря, неохота особенно читать это все сейчас и тратить на это время. А, уведомление о переносе срока. Я думаю, что это все мне все равно загрузится на пип-бой, а то, что не загрузится, вряд ли стоит моего внимания. Так что просто потихоньку будем лутать. Я думаю, что убежище окажется достаточно велико для того, чтобы по нему можно было некоторое время полазить. Так что, судя по всему, это у нас займет не одну серию. Ребята там с кем-то уже воюют, прям, молодцы. Вот молодцы, ну прям. Глобус. Глобус нельзя внести. Вот кто пытался на меня напасть. Мясо гигантской крысы меня не интересует. О, боец НКР. И тут же броня НКР, шлем бойца. А вот это уже интересно. Что здесь делали бойцы НКР? Бун, давайте посмотрим. Да, отлично. Эдди, не мешайся. Это сигарная комната, потому что мы на знаке прочитали, что это... В общем, она и есть. Там так и было написано, что в эту сторону. Сигарная комната. Ну, тут ничего нет. Богомолы меня по-прежнему не интересуют. Что ж, все, здесь тупик. Видимо, бойцы НКР добрались до этого убежища раньше меня. Посмотрим, оставили ли они здесь все-таки что-нибудь интересное. Так, о, аптечка. Антирадин, грязная вода, слушай, но это все берем. Это все полезно. Это все можно будет в перспективе использовать. Так, а вот там был спуск вниз, который я еще не осмотрел. И вот эта дверь еще для меня тоже спуск на нижний уровень. Окей, я хочу сначала этот уровень обширить. Где враги? Мне главное показывают, что они где-то здесь. Они, видимо, на соседнем уровне. Четко сейчас подо мной, например. Или, ну, с меньшей вероятностью, но, может быть, они надо мной. Движутся. Они пытаются найти меня. Но я их не вижу. Так. Сохраняемся. Ребята, здесь? Я как-то без вас, честно говоря, не особо хочу сюда. Заглядываться. Привет, крыска, давайте. Ах, нельзя. Жаль. Ну ладно, тогда просто так ее... Оп. Я хотел ей нацелиться в голову, но это оказалось невозможным сделать. Где ты там? Бун. Серьезно, ну куда уже убежали там? У них какая-то... Своя личная мясорубка тут. Просто насекомые. Ой-ой-ой-ой. Вот это жесть. Я не заметил антенну. Кто-то заминировал этот терминал. И я не успел отойти. Черт. Так, ладно, давайте посмотрим. Что у меня тут? Ничего себе. Зачем мне это интересно? А! Мне показали про лечение. Мой статус... Докторский сакуяж. Ну-ка, что будет? О! Отлично. Так, давайте осмотрим. Все окей. Это мы уже читали. Ладно. Попался на такой фигне. Попался на такой фигне. Не заметил. Преступная халатность. Ага. Снова вверх. Плюска. Опять дверь. Снова какие-то терминалы. Интересно, чем занималось это убежище? Я знаю, что вот у каждого убежища у него, если вы не в курсе, своя такая индивидуальная история. Причем в каждом убежище был изначально заложен свой некий конфликт, потому что вся эта система убежищ, она на самом деле не столько для сохранения какого-то там людей и, в общем, генофонда, сколько для того, чтобы поставить над людьми бесчеловечные эксперименты. Поэтому в каждом убежище всегда была какая-то своя уловка. Например, было убежище, в котором там были только дети. Или, скажем, там, не знаю, только женщины там, или только мужчины и прочее. Там убежище с преступниками там. Ну, в общем, насчет преступников я, конечно, не уверен. Это я так на ходу придумал. Но в каждом убежище изначально условия созданы были таковы, что неминуемо возникал некий конфликт. Либо у общества, ну, внутри общества, сообщества, даже так назовем, либо какой-то конфликт со средой. Например, вот убежище из первого Фоллаута, где преднамеренно... Вот мы переходим на новый уровень некий. Где преднамеренно изначально не хватало водных чипов. Наш герой, избранный, как известно, он был отправлен на поиски этих самых водных чипов. Ну, там хотя бы одного. Да давай ты уже, что ты, богомолище. Таракан, таракан, тараканище. Тут, похоже, сейчас воюют группировки тараканов и крыс друг с другом. Вот какой на текущий момент конфликт внутри данного убежища. И больше как-то так вот особо здесь ничего не происходит, судя по всему. Видимо, я со своим везением нашел, как обычно, наименее интересное убежище. Так, вот отсюда я пришел. Надо запомнить. И постепенно уровень за уровень, уровнем, уровень за уровнем, осматривать это самое убежище. Так, будем идти по кругу, как я обычно это делаю и рекомендую делать, на нижний уровень. Пока рановато. Админ. Администрация. Что такое? Где опасность? На самом деле, сейчас практически где угодно может быть опасность. Так. Security и... Офис смотрителя. Офис смотрителя и охранка. Только что был какой-то артефакт. О, смотрите. Графический артефакт. Оп. Оп. И мы видим сквозь стену. Оп. Видим сквозь стену. Ладно. Хватит баловаться. Пойдем... В охранку. Да? Вот она, охранка. Сложный замок. И сложный терминал. Угу. Богомол. Не ныжу насекомых. Я даже, честно говоря, несколько рад тому, что мы здесь их истребляем. Сенсорный модуль может мне пригодиться. Так же, как и манометр. И терминал. Так. Судя по всему, рабочий терминал службы безопасности. Шкафчики. А вот здесь может быть... Да, разного рода амуниция. Поскольку я, совершенно очевидно, сейчас нахожусь... в офисе службы безопасности. Поэтому здесь... Можно найти хоть что-то отдаленно интересное. Ну, пока... Что-то как-то... Хорошо, что хоть пончики не нашел. Металлический ящик. Жестяная банка. Вот нет, чтобы железная там броня как-нибудь. Нет. Жестяная банка. Зачем железная броня? Берем все. Берем все. Сейчас еще придется Эдварду чего-нибудь сбрасывать. Правда, пока непонятно что, потому что... Вроде как у меня вот все и нужно, но почему-то... А где он? Ладно, давайте сначала в терминал залезем. Что пишут? Показания. Допрос. Нет. Не будем читать допрос. Хотя, может быть, и стоило бы, конечно, чтобы узнать историю этого убежища. Выборы. А остальное мы читали. Где Эдвард? Эдвард? Далеко. Придется вести разговоры с Буном. Ладно, давайте начнем с попытки чего-нибудь починить. И за счет этого... Облегчить себе ношу. Кожаная броня. Броня с наплесниками. Можно вообще чего-нибудь починить? Провести ТО. За счет чего? За счет кожаной брони. Ай, ладно, давайте. Так. И... Все. Оружие. Магнум. Угу. Отлично. Отремонтируем магнум при помощи магнума. Лазерная винтовка ремонтировать нельзя. Можно провести... Давайте проведем. Ничего страшного. Лопата, полицейская дубинка, которую, в общем-то, можно и выбросить вполне. И получается, что все. Вопрос перегруза был решен. Попробуем взломать терминал. По идее, у меня сейчас должна быть такая возможность. Наука 75? Подождите. А у меня сколько наука в таком случае? Вы утверждаете, что у меня наука меньше 75? Ниже у меня действительно наука чуть меньше 75. Науки наука. 73. Зашибись. Ну ладно. К счастью, у меня здесь... Должны быть разного рода вот эффект наука плюс 10. Давайте на всякий случай сохранимся. Почитаем журнальчик. Дайджест программиста. И ломанем терминальчик. Хватит. 4 попытки. И... Мист Растфол. Одна буква из 11 угадана. И дальше нужно смотреть. Я на самом деле так примерно умею. 6 букв из 11 угадана. Теперь смотрим, какая буква совпадает в Мист Растфол и в Экспиринст. Желательно, чтобы еще они на одном месте. Вот буква R совпадает. Значит, буква R должна быть... Ресерчинг и Мист Растфол. Вот. А, Экспиринст и Ресерчинг. Я думаю, что... А, это не Ресерчинг. И у меня последняя попытка. Экзаминейшн и Экспиринст. Нет. Экспиринст. Есть. Экспиринст. Почти совпадает с Экспиринст. Введите пароль. В общем, мы взломали этот терминал. И открываем замок. Вот мне нравится, когда есть возможность либо так, либо так взломать. Потому что если мне дают возможность только взломать отмычками, то я это, понятное дело, сделать не могу. А так могу. Так вот я раз и при помощи науки взломал. Кстати, у меня уже есть одна полицейская дубинка, поэтому я могу. Блин, я, похоже, взял. Да, я, похоже, случайно взял дубинку. Ну, ладно. Зачем я металлолом взял? Тут надо аккуратненько осмотреться, чтобы ничего такого интересного не пропустить. Гранатометный выстрел. Это совершенно определенная интересная вещь. Ядерный выстрел. Это тоже очень интересная вещь. Так, дальше. Надо осмотреть и пол на всякий случай. Это мало ли что. О, энергетические батарейки, микроядерные батарейки. Это я хорошо зашел. Это я очень даже, знаете ли, не зря потратил свой журнальчик. Потому что сейчас поднаберу энергетических батареек. По крайней мере, весь этот поход точно окажется не зря. Граната. Граната. Топливо для огнемета. Действие дайджеста программиста закончилось. Окей. На этом уровне мы, кажется, осмотрели все. В Averseer's Office я не пойду. Думаю, что там меня не ожидает ничего спокойного. Я побаиваюсь, честно говоря, сюда сразу идти. Давайте пойдем сначала сюда. Убьем вот эту крысу. Но я знал, что она здесь, конечно. Потому что я же вижу маркер. Так, это какие-то спальни. Если есть спальни, значит есть шкафчики и сундучки. И знаете, что меня еще смущает? Как сюда... О, комбинезон. Возьмем, на всякий случай. Мало ли. Как сюда попал боец НКР? Причем один. Меня даже не столько смущает, что он в принципе сюда попал, как тот факт, что он здесь был один. Вот это меня действительно смущает. Бейсбольная перчатка, губная гармошка. В общем, разного рода бытовой мусор. И ничего интересного. Так, только вот комод давайте осмотрим. Комбинезон убежища 11 очередной. Заколка. Ну ладно, хоть так. Нож, чудо, клей. О! Большая испорченная книга. Я-то надеялся здесь какую-нибудь неиспорченную книгу найти, которая бы мне приподняла характеристики мои. Ну да ладно. Опять, видимо, это какие-то личные апартаменты, но, судя по всему, они принадлежали семьям. Хотя, может быть, и не семьям. Здесь просто по нескольку кроватей, поэтому мне кажется так, что все-таки это какие-то семейные. Семейное общежитие. О! А вот это уже интересно. Металлическая броня, металлический шлем, силовой кастет, энергетическая батарея. Я начинаю думать, что возможно, все-таки не зря мы здесь появились в этом убежище. Эдвард! Оп! Давай-ка мы с тобой потолкуем. Во-первых, забери магнум. Во-вторых, ты сейчас у меня заберешь броня НКР. 13 тысяч бутылочных крышек. Это уже серьезная заявка на капитал. Так, и смотрим, смотрим, смотрим. Импульсные мины. Что-то еще такого. Лазерная винтовка мне нужна на постоянной основе. Металлическая броня и шлем. Что-то еще можно было сбросить до такого. Облегченная кожаная броня. Таскай ты, наверное. Если что, я у тебя потом ее заберу, Эдди. Полицейские дубинки потом починю, продам. Сенсорные модули. И Эдди перегружен. Бун! Здорово! Так, слушай-ка. А ведь ты, наверное, можешь носить броню НКР. Давайте найдем. У меня же где-то здесь была эта броня. Надо приодеть Буна. Сенсорный модуль, силовой кастет. Стимуляторы. Вот шлем бойца. И все. Значит... О, он решил надеть шлем бойца. Молодец, правильное решение. Эдди, отдай-ка мне броню НКР. Так, кожаная броня усиленная. Вообще-то тоже вариант. Метеорический шлем, облегченная кожаная броня. Где? А где броня НКР? Не понял. Была же. Как-то я так ее пропустил, что ли? Сейчас я осмотрю свой инвентарь. Бывает забавно Буна одеть в комбинезон обидно достава в убежище. Так... Стоп. Ну нет, нету. Ну ладно, тогда пусть это будет кожаная броня усиленная. Бери. Кожаная броня усиленная. Смотрим на К. На К. На К. На К. На К. Кожаная броня усиленная. Все. Переоденься. О, красавец! Осторожно. Давай, Бун! Вали! Где остальные? Где-то здесь я чувствую. О, дали! Нет, я не хотел с Буном разговаривать. Надо будет Буну еще какую-нибудь винтовку отдать покруче. Ну все, тут видимо все относительно спокойно теперь в этом секторе. Но другая проблема. Теперь я заблудился. Я действительно не понимаю, где я. И у меня стойкое убеждение, что я уже эту комнату осматривал. Так. Мне надо найти место, из которого я пришел, и тогда я пойму где я. Потому что пока я не понимаю, где я. Комод. Вот я был. Окей. Нет, все, все. Во, вот здесь я очевидно был. Все, отсюда я пришел. И сейчас начнем обход по левой стороне. Вот, обход по левой стороне. Идем, идем. Тут ничего особо интересного. Личные апартаменты. Сплошь и рядом. Крысы, которые дрались. Вообще, нужно все осматривать, на самом деле. Потому что я же здесь уже нашел весьма такие интересные, дорогие штуки, поэтому очень простой терминал. Что это было вообще? Вот так вот тебе. Богомолище. Давайте-ка посмотрим. Насколько просто взламывается очень простой терминал. О, ну тут просто одна из пяти. Ruins тоже не подходит. Значит, не I. Нет, как раз наоборот. Только I совпало. Reval по идее не подходит. Sides Подождите, что у меня сейчас терминал, что ли, будет заблокирован? Что общего в этих словах? S на конце. Только, насколько я могу судить. Какое это слово? Первое было Trice. Совпадение один из пяти. Второе Ruins. Совпадение один из пяти. И третье Sides. Совпадение один из пяти. Ну, это точно не Trite. Возможно, это Ripple. Но нет. Не подойдет. Spice тоже не подходит. Sides уже было. Still нет. Ruins было. Слушайте, я реально не знаю. О! Окей. Предположим. Запись. Тут надо почитать. А, загружено. Значит, не почитаем. Хорошо, продолжим обход по левому краю, как я и собирался. Заколки. Заколки. Пустые шкафы. Пустые шкафы. Судя по всему, здесь уже достаточно спокойно на этом уровне убежище, поэтому можно позволить себе обойти все стоя. Так, очередной шкафчик, металлолом, мне не нужен комод, блок сигарет, кожаный ремень можно было бы продать, но я не хочу заморачиваться. Заколочки, на самом деле, мне, конечно, тоже вряд ли пригодятся, потому что я ведь не занимаюсь взломом, но если их дают, то почему бы не взять? А вдруг все-таки пригодятся, в конце концов? И проход наверх. Окей. Все, я понял, откуда мы пришли. Точнее, куда мы пришли. Откуда мы пришли, я и так помню. Сейчас осмотримся. Не хочу уже брать эти блоки сигарет, я такое ощущение, что... Просто побираюсь. Лучше что-нибудь такое посерьезней подбирать. Пылесос, например. Или хоккейную маску. Но нет. Это я тоже не стану брать комод. Тоже всякая фигня, а. Серьезно, судя по всему, я нашел самое бомжеватое убежище. Ну ничего, ну че слово. Прям пустота. Просто мне кажется, как-то, когда находишь убежище, то... Ожидаешь от него некой маны небесной, чтобы вот тебе прям сразу доступ к комбикормам и прочим благам. Высокотехнологичные варианты оружия и прочее, прочее, прочее. Так, снова графический артефактик. Все спокойно. Идем дальше. Нижний уровень. Угу. И что нам несет этот нижний уровень? А что нам несет этот нижний уровень? Мы, друзья, мы узнаем уже в следующей серии. Потому что мне кажется, что эта серия уже достаточно несет в себе зачистки убежища 11 от насекомых. И продолжим мы с вами через несколько дней в следующей серии. И я, как всегда, прошу вас воздержаться от спойлеров. Потому что я хочу проходить самостоятельно. Ну, сами подумайте. Вам же неинтересно будет, если я буду проходить уже по известному вам заранее сценарию. Понимаете? Так что, друзья мои, спасибо вам за внимание. Если вы здесь впервые и вам понравилось, то нажимайте на красную кнопку и не пропустите ни одного видео, поскольку подпишитесь на этот канал. Спасибо вам за внимание. И до свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok